Коронавирусу посвящено и внеочередное заседание парламента. Как противостоять заразе? Достаточно ли уже принимаемых мер, обсудили сегодня в Джугур-Кукинеше. Один из главных вопросов, как доставить мигрантов на родину, которые в прямом смысле слова живут в аэропортах. Из-за закрытия границ и отмены авиаперелетов в условиях борьбы с коронавирусом 4371 карагастанцев оказались заперты в других странах. «Свыше шести тысяч наших граждан были доставлены на родину из-за рубежа. Со 2 февраля было выполнено 32 чартерных рейса. Сейчас идут переговоры с нашими соседями – Турции, России. Проблем с их размещением здесь нет. Имеются изолированные палаты и врачи. Некоторых наших соотечественников мы обеспечили трёхразовым питанием и хостелом. Нужно понять, что доставить 4000 граждан сразу не получится. Это очень сложно. По размещению нет вопросов. Когда они вернутся, мы готовы всех кыргызстанцев положить на обсервацию». Первый вице-премьер-министр Кубадбек Буронов также добавил, что летчики некоторых авиакомпаний по разным причинам отказываются летать. «Вот вы сейчас рассказывали про наших мигрантов. Эту проблему мы все знаем. Вот здесь сидят министр транспорта, представители службы миграции. Но мы не получили конкретного ответа, что мешает нам доставить наших граждан за границей на родину. Росавиация отказала? Если да, то покажите документ. Я говорю про тех, кто уже купил билеты и ждут рейса». «Я говорю же, работы проводятся. Если мы их не сможем доставить на родину, то будем оказывать им помощь на местах. Например, в Москве в двух хостелах сейчас находится 94 человека. 143 кыргызстанца, которые в Новосибирске сейчас в хостелах до 20 апреля. В этом помогла Международная организация труда. Будем стараться». «Почему премьер-министр прячется от Джугар Кукинеша?» – вопрос прозвучал от депутата Евгения Строкова. Она отметила, что вице-премьером нужно работать, а не сидеть здесь. Ну а премьер-министр должен отчитываться и владеть хоть какой-либо информацией о проводимой правительством работе в борьбе с коронавирусом». «К сожалению, уже проголосовали, но я абсолютно согласна с Сусой Шашинкулычем и с коллегой Масалиевым. Почему премьер прячется от Джугар Кукинеша? Он пришел здесь при присяге, глазки опустил и быстро-быстро ушел. Пожалуйста, Досан Артезбекович, при всем уважении к вам не будьте его адвокатам. Пусть он здесь придет, а им нужно работать, а мы бы его допросили наконец-то. Он хоть что-то должен же тоже делать и знать. И еще по поводу мигрантов. Может быть, можно автобусом их как-то отправить. Это будет дешевле. Это предложение самих мигрантов, по крайней мере, из Новосибирска. Спасибо». Я хочу спросить у министра здравоохранения. Вот растет число заболевших. Это из простых жителей или тех, кто находится на обсервации или на карантине? Новые случаи у тех, кто находится на домашнем карантине и в обсервации. Это 95%. Среди простого населения нет. «Я просто... Ваша информация, может, вы недостоверная информация, потому что запасы у нас действительно, они надолго не протянемы этими запасами. В то же время, когда мука отпускная в Казахстане растет, а поставки у нас еще не отложены, муки от Казахстана, откуда мы постоянно берем. Вы зря расслаблены. Ходбе горчичь». «Сейчас по поставкам муки с Казахстаном и с Россией не должно быть проблем. Мы, конечно же, рассмотрим ваши предложения. Если будут проблемы, будем решать их». За распространением коронавирусной инфекции власти следят непрерывно. Ситуация в Кыргызстане с коронавирусом, как сегодня отметили депутаты, остается острой. В таких условиях успокаиваться рано как гражданам, так и правительству.